Да, ну и во второй части нашего мастер-класса мы поговорим немножечко, тоже это банкротная тематика, но чуть-чуть отойдем от темы субсидиарной ответственности, хотя она такая наиболее, так скажем, основной хит сейчас, наверное, для всех предпринимателей и директоров, топ-менеджеров, юристов, финансистов, наверное, в банкротстве это одна из самых таких горячих тем, но чуть-чуть посмотрим и на другие проблемы, которые тоже актуальны у нас в рамках процедур банкротства возникают, и хотелось бы поговорить о тех изменениях, которые нас уже очень скоро, похоже, ждут. То есть, если мы говорили в первой части нашего выступления, мы говорили о том, что у нас есть, то есть о нашем настоящем, сейчас чуть-чуть поговорим о нашем будущем, посмотрим в плане законодательства о банкротстве, посмотрим, насколько светлое будущее нас ожидает впереди. Речь идет о законопроекте, который был разработан Минэкономразвития, разработан был еще в 2019 году, в 2020 году начал активно продвигаться, в какой-то момент в связи с пандемией его планировали ускоренно принять, ну, ускоренно принять не получилось, возникли противоречия, противоречия возникли и со стороны государственных органов, насколько мне известно, там, главное правовое управление администрации президента высказало ряд серьезных замечаний к этому законопроекту. Есть очень много вопросов у различных профессиональных сообществ, у банковского сообщества, у сообщества арбитражных управляющих, поскольку этот законопроект, он достаточно всеобъемлющий, то есть, по сути говоря, нас ждет такая, ну, полная реформа законодательства о банкротстве в ее основных и ключевых моментах. И что здесь, там есть определенные аспекты, которые касаются, ну, больше вот того же самого профессионального сообщества арбитражных управляющих, это такие, ну, более узкие темы, которые, наверное, в меньшей степени могут волновать людей из бизнеса, хотя они все равно повлияют на все эти процессы. Вот, есть ключевой, на мой взгляд, одно из важнейших изменений, это изменение самой конструкции, самих процедур банкротства с той точки зрения, как они на сегодняшний момент у нас существуют. Вот, и здесь речь идет о так называемых реабилитационных процедурах, то есть, на сегодняшний день у нас законодательство устанавливает, помимо, собственно, конкурсного производства, да, то есть, это такая основная и завершающая стадия процедуры банкротства, которая, в общем, все заканчивается, да, тот этап, на котором как раз у нас привлекают к той самой субсидиарной ответственности бенефициаров, распродается имущество, если оно есть, да, там какие-то сделки оспариваются, если, опять же, есть что оспаривать. Вот, помимо этого у нас закон предусматривает как отдельные процедуры, так называемые реабилитационные процедуры, это внешнее управление и финансовое оздоровление, то есть, это те механизмы, те процедуры, которые созданы для того, чтобы попытаться, грубо говоря, восстановить платежеспособность этих должников и как-то вывести их из процедуры банкротства, то есть, это именно антикризисное управление. На сегодняшний момент, да, есть две такие, собственно, реабилитационные процедуры, также у нас есть еще предварительная, такая предварительная процедура, которая называется наблюдение, да, то есть, обычно, когда кредиторы подают на компанию заявление о признании банкротом, суд первым делом вводит процедуру наблюдения, а уже потом переходит либо вот в одну из этих реабилитационных процедур, либо в конкурс. То есть, чем вызвано, значит, на сегодняшний момент, скажу сразу кратко, дальше чуть-чуть расшифрую эту всю ситуацию, в законопроекте, который продвигается, который предлагает Минэкономразвитие нам, предлагается вот эти все реабилитационные процедуры, как внешнее управление, финансовое оздоровление и также наблюдение, как предварительный этап банкротства, предлагается убрать и заменить одной единой процедурой, которая будет называться реструктуризация задолженности. В чем же, почему это нужно и в чем вообще смысл всей этой истории? Ну, наверное, прежде всего, речь идет о том, что существующие на сегодняшний момент реабилитационные процедуры, они неэффективны. И об этом свидетельствует нагляднее всего, свидетельствует статистика, которую вот здесь у меня тоже приведена. У нас было рассмотрено за прошедший год 85,5 тысяч дел о банкротстве. При этом внешнее управление было введено в 186 делах, а финансовое оздоровление всего в 21 деле. То есть это явно говорит о том, что эти процедуры не востребованы, они не работают. Поэтому, в принципе, сам посыл о том, чтобы реформировать такие процедуры, он правильный. И он, опять же, правильный еще и с какой точки зрения. И, наверное, действительно понятно, почему стало более актуальным внесение этих изменений именно сейчас. То есть речь идет о том, что все-таки чуть-чуть подправить вот такой абсолютно прокредиторский крен в законодательстве о банкротстве, который в последнее время возобладал. То, о чем мы раньше говорили, все эти нормы по привлечению к субсидиарной ответственности, ужесточение норм по оспариванию сделок и дать возможность в том числе и бизнесу как-то выправить ситуацию, предоставить какую-то возможность попробовать реструктурировать долги, вздохнуть и дать этому бизнесу заработать. Вот, поэтому и понятно, что в связи с пандемией, как бы новый какой-то кризис финансово-экономический тоже возник, и вопросы стали еще более актуальными. Значит, соответственно, что у нас есть? Ну вот, как я сказал, то есть у нас есть процедуры внешнего управления, когда назначается внешний управляющий, который предлагает определенный план внешнего управления, по итогу которого должна быть восстановлена платежеспособность и возвращены кредиторам их денежные средства. Это внешнее управление. Вторая процедура – финансовое оздоровление. Финансовое оздоровление – это процедура, когда в компанию возвращается генеральный директор, то есть там управляет компанией гендиректор, а не управляющий арбитражный. Административный управляющий лишь занимается контролем определенным над действием гендиректора, контролем за сделками и прежде всего контролем за выплатами. То есть суть финансового оздоровления в том, что утверждается некий график выплат, который может быть максимально рассчитан на три года, в течение которого все кредиторы получают, опять же, полный возврат своих долгов. Негибкая достаточно процедура, поэтому, собственно, и не востребована она. Что касается наблюдения, то наблюдение – это у нас, как я сказал, такая первичная стадия банкротства, в рамках которой у нас остается действующий генеральный директор, действующий менеджмент, но они ставятся под контроль временного управляющего, который получает, собирает информацию о должнике и в конце процедуры совместно с кредиторами, которые в течение этой процедуры включаются в реестр, должен сделать вывод о возможности или невозможности восстановления платежеспособности этого должника, о возможности оспаривания в дальнейшем каких-то сделок. И, ну, в принципе, то есть кредиторы на собрании принимают решение о судьбе этого предприятия. Также у нас предусмотрена законодательством сейчас такая ситуация, как мировое соглашение в рамках банкротства. Мировое соглашение заключается тоже кредиторами, принимается оно не всеми, не единогласно, а большинством кредиторов на собрании и предполагает возможность выплаты, не полной выплаты кредиторам, а выплаты в соответствии с условиями мирового соглашения. То есть при мировом соглашении выплачиваются только текущие платежи, платежи первой и второй очереди, это мы говорим о различных социальных выплатах и о выплате заработной платы и НДФЛ. По третьей очереди платежей, по всем остальным в мировом соглашении вопрос может быть отрегулирован различным образом, то есть там как кредиторы примут на собрание. Вот это та конструкция, которая есть сейчас. Что у нас предлагается ввести после того, как будет принят этот законопроект Минэкономразвития? Я думаю и отслеживаю эту ситуацию, поэтому вижу, что так или иначе может быть с какими-то поправками, которые будут вноситься и под влиянием заинтересованных лиц и под депутатами Госдумы в рамках обсуждения. Но я практически уверен, что до конца 2021 года этот закон будет принят, потому что в принципе реформа законодательства о банкротстве действительно назрел. Что предлагается сделать сейчас? Предлагается ввести понятие реструктуризация долгов. Это отдельная процедура, то есть у нас будет две процедуры – конкурс и реструктуризация долгов. Что касается мирового соглашения, то такая возможность не отменяется, она как бы отдельно есть. Реструктуризация долгов может вводиться на 4 года по законопроекту, как предусматривается, с возможностью продления по решению собрания кредиторов еще на 4 года. То есть таким образом общий срок может быть 8 лет. Ну это довольно значительный срок. То есть здесь мы можем говорить о том, что законодатель специально предоставил возможность такую для каких-то крупных предприятий, может быть даже и не очень крупных, но попавших в сложную ситуацию, которые не могут выправить свою финансовую ситуацию за 1, 2 и даже 3 года, как предполагалось ранее. Предполагают возможность достаточно в течение длительного времени провести определенную реструктуризацию, принять антикризисные меры, которые там дальше мы тоже скажем. Вот, и выправить ситуацию, чтобы рассчитываться с кредиторами без того, чтобы убивать этот бизнес через конкурсное производство. Соответственно, срок 4 плюс 4, то есть 8 лет дается максимально. После того, как вводится процедура реструктуризации, дается 4 месяца на составление плана реструктуризации. Этот план должен составить назначенный управляющий арбитражный, но также он может предлагаться и акционерами, участниками предприятия, менеджментом, кредиторами, отдельным кредитором, представителями трудового коллектива. То есть здесь дано достаточно широкое поле возможностей для различных лиц, участвующих в банкротстве, принять участие и предложить свой план по введению этой процедуры. Дальше, соответственно, каким образом вводится? Реструктуризация. Вот здесь есть определенная, на мой взгляд, определенная недоработка. То есть нет такого абсолютно однозначного критерия. То есть сейчас у нас есть понятные критерии, как вводится наблюдение, как вводится конкурс, внешнее управление. Это все достаточно четко и внятно расписано. Здесь у нас законодатель предоставил достаточно такую большую возможность суду определять, потому что реструктуризация долгов может быть введена по результатам рассмотрения либо заявления непосредственно о введении реструктуризации, которую может подать кто-то из кредиторов или сам должник, и также заявление о банкротстве. И говорится о том, что понятно, что если есть заявление о введении реструктуризации, то суд должен ввести реструктуризацию. Но если есть заявление о банкротстве, которое предполагает введение сразу конкурсного производства, но только в случае, если заявитель не может доказать, что платежеспособность восстановить невозможно, то вводится реструктуризация. Вот эта история, что на этапе рассмотрения заявления в суде заявитель не может доказать, что платежеспособность восстановить невозможно, это достаточно такое произвольное толкование, которое, мне кажется, крайне сомнительное, потому что, в принципе, на сегодняшний момент для того, чтобы определить, возможно ли восстановить платежеспособность, дается 6 или 7 месяцев в течение периода наблюдения. Назначается специальный человек, имеющий определенную квалификацию, арбитражно управляющий. Он должен по утвержденным методикам провести анализ деятельности, финансовой деятельности, сделок должника, и только тогда предложить собранию кредиторов какое-то решение, собранию кредиторов в дальнейшем суду какое-то решение о возможности восстановить платежеспособность. Здесь не очень понятно, как это будет суд на одном заседании решать, возможно или невозможно восстановить платежеспособность. Но, тем не менее, вот таким образом может вводиться реструктуризация долгов, как предполагается согласно новому закону. Теперь смотрите, в чем разница с точки зрения того, что у нас получат кредиторы, что сейчас получают кредиторы, если мы сравним присуществующих этих реабилитационных процедурах, и что у нас планируется, что будут получать кредиторы при условии введения реструктуризации долгов. Опять же, здесь мы видим большую гибкость, которую демонстрируют разработчики этого законопроекта, и это, наверное, правильно, опять же, учитывая ту статистику, которую я уже упоминал, что у нас на сегодняшний момент по статистике в процедурах банкротства удовлетворяется не более 5% в среднем удовлетворяется не более 5% от заявленных требований кредиторов. То есть очень небольшой процент. А у нас в законе сейчас указано, что при финансовом оздоровлении и внешнем управлении итогом этих процедур должно быть полное удовлетворение требований кредиторов. Ну, это такая немножко фантастическая ситуация. То есть надо просто честно понимать, что если у нас предприятие уже оказалось в процедуре банкротства, то, скорее всего, возможность удовлетворить все требования кредиторов, да еще и в какой-то там короткий достаточно срок временной, типа там 1-2, максимум 3 года, это не очень представляется возможной такая ситуация. Вот. Поэтому при реструктуризации у нас предполагается, что в обязательном порядке по итогу проведения этой процедуры должны быть погашены текущие платежи, то есть те платежи, которые возникли уже после подачи заявления о банкротстве. И также платежи кредиторам первой и второй очереди. Ну, опять же, у нас государство стоит прежде всего на защите интересов работников и интересов различных социальных групп. То есть там беременные, лица там получившие какие-то профессиональные, может быть, заболевания. Вот. Здесь это, в принципе, все совершенно логично. То есть если даже этим людям нет возможности выплачивать, то, ну, значит, тогда, скорее всего, ни о каком восстановлении платежеспособности говорить нельзя. Можно говорить только уже о процедуре банкротства, конкурсе, распродаже всего и завершении. Вот. А здесь мы все-таки говорим про реструктуризацию. Но при этом обязательства перед иными кредиторами могут погашаться в размере и в сроке, предусмотренные планом. То есть могут кредиторы утвердить такой план, да, что, да, мы понимаем, могут они сказать, мы понимаем, что мы не получим все суммы, но мы получим, например, 50% от своих долгов и в течение там 4 лет или 5 лет. Вот. Но это все равно лучше, чем пройти там через конкурс быстро, достаточно там за 1-2 года и не получить ничего или получить там 1-2% от каких-то остатков тех активов, которые у предприятия были. Вот. Поэтому здесь это, в принципе, наверное, логично и правильно. Что касается предлагаемой системы управления предприятием на вот этот период реструктуризации долга. Период достаточно длительный, как мы говорили, то есть это не там 6-7 месяцев, как у нас сейчас, например, при наблюдении предусмотрено. Вот. Этот период может растянуться до 8 лет, поэтому тут вопрос о порядке управления, он имеет значение, он важный. Вот. Законодатель здесь предусматривает у нас 3, извиняюсь, 4 возможные способы управления предприятием. Первое – это когда сохраняется полномочия учредителей по избранию единоличного исполнительного органа, он действует там под контролем арбитражного управляющего. То есть, ну, аналог того способа, который сейчас есть в наблюдении или при финансовом оздоровлении. У нас сохраняется генеральный директор и у нас сохраняются, пусть и в ограниченном формате, полномочия учредителей. Один вариант. Второй вариант. Антикризисный управляющий. То есть, все полномочия передаются арбитражному управляющему, который управляет, как предусмотрено при конкурсном производстве или при том же самом внешнем управлении. И два других варианта, которые, на мой взгляд, абсолютно экзотические и не очень понятно, как они могут работать. Это передача полномочий по управлению собранию или комитету кредиторов и также передача полномочия по управлению двум исполнительным органам. Один из которых сформирован собранием кредиторов, второй сформирован учредителями и с неким распределением между ними ответственности. Ну, здесь я хочу просто сразу сказать, что вариант, когда у нас управлением предприятием занимается какой-то коллегиальный орган, а единоличного органа нет в принципе, он, на мой взгляд, крайне сомнительный. Потому что бизнес, он требует периодически каких-то быстрых оперативных решений, плюс есть какие-то такие более рутинные, но тем не менее тоже существующие управленческие функции. И когда, например, комитет кредиторов должен, если мы говорим о каком-то крупном предприятии, принимать работников, то есть водителей, строителей, секретарш, младших менеджеров, то есть это странно. Вот. Или там каждая платежка должна проходить через этот комитет кредиторов, это странно. Что касается варианта совместного управления двумя исполнительными органами от учредителя и от собрания кредиторов, но это уже совсем просто какой-то лютый трэш, на мой взгляд. Потому что не поделят они полномочия, и, скорее всего, будут бесконечные конфликты, будут бесконечные заявления в суд, и просто это только приведет к тому, что нагрузка на суды в такой ситуации увеличится, и никакого дела делаться не будет. Но, тем не менее, вот предложены такие варианты, на мой взгляд, конечно, они должны немножко по-другому выглядеть, и должен быть либо управляющий, либо директор. Можно, чтобы было два варианта, и собрание кредиторов при утверждении вот этого плана реструктуризации принимало решение – сохранить директора или все-таки избрать арбитражного управляющего. План реструктуризации – это гибкая процедура, которая предусматривает полный комплекс различных мероприятий, которые могут привести к восстановлению платежеспособности компании. Это может быть замещение активов, это частичная продажа имущества, это прекращение обязательств путем предоставления отступного, это какие-то изменения сроков порядка исполнения обязательств, это создание, конвертация долгов в доли или в акции. То есть здесь очень широкий круг возможностей. Это, опять же, достаточно большой срок, который предусмотрен, он дает в принципе возможность взыскать, эффективно взыскивать дебиторскую задолженность, потому что часто понимаем, что эти процессы, они тоже занимают большой-большой длительный срок, и в рамках того же конкурса это не получается часто сделать. Плюс к тому, здесь можно запустить какие-то новые производственные, торговые, маркетинговые стратегии. То есть здесь предприятие может работать, зарабатывать деньги и восстанавливать свою платежеспособность. И это, в принципе, на мой взгляд, шаг в правильном направлении. Теперь давайте вот кратко просто резюмируя, хотел сказать, что тут хорошо, что плохо, что нужно исправить, на мой взгляд, что нужно оставить. То есть сама направленность этого законопроекта, она очень правильная. Действительно, надо дать возможность бизнесу реструктурировать долги без, то есть помимо, еще раз скажу, кнута, которым является та же субсидиарная ответственность, должны быть и пряники. И, наконец, как-то государство начинает на эти пряники обращать внимание. Это хорошо. То, что процедура гибкая, хорошо. То, что дается длительный срок, тоже хорошо. То, что есть возможность выработать, принять ту или иную систему управления предприятием, тоже отлично. Дальше начинаются проблемы. Необходимо, на мой взгляд, уточнить критерии порядок введения процедуры реструктуризации, либо сделать обязательное ее, как наблюдение сейчас, либо просто очень четко для суда дать понимание, в каком случае реструктуризация вводится, в каком сразу переходим в конкурс. Механизм управления. На мой взгляд, два варианта, когда управление предприятием переходит к комитету кредиторов или собранию, тем более, и когда управляется двумя исполнительными органами, они не жизнеспособны, работать не будут, приведут только к путанице и к каким-то проблемам. Вот. И есть еще такой маленький момент, который у нас сейчас, вот он возникает все время в связи с мировыми соглашениями. Это по поводу порядка погашения обязательных платежей, то есть, грубо говоря, налогов. В чем там суть? У нас налоговый кодекс предусматривает, что реструктуризация задолженность по налогам предоставляется максимум на один год. А мировые соглашения, в которых участниками периодически является и налоговый орган, да, причем, ну, бывают ситуации, их довольно много, когда налоговый орган у нас не является мажоритарным кредитором, и его голос не влияет на утверждение мирового соглашения. Но в дальнейшем налоговики начинают обжаловать эти мировые, потому что, например, по мировому предусмотрены выплаты в течение трех лет и не в полном объеме. И налоговики, ссылаясь на налоговый кодекс, говорят, ну, как же так, вот нам должны выплатить все в полном объеме и в течение года. А они утвердили там 40% или 20% или 50% или 60% и в течение трех лет. Вот. Здесь, что касается реструктуризации, эта проблема тоже будет, поэтому, ну, необходимо еще привести в соответствие нормы налогового законодательства, законодательство о банкротстве. Вот. Наверное, так. Сейчас тоже давайте на вопросы готов ответить, которые у нас есть. Так. Вопросы. Если должник ООО ликвидирован налоговый, как недействующий, как лучше поступить? Восстанавливать ООО и предъявлять иск ООО, либо заявлять о банкротстве или идти с иском сразу к КДЛ на основании пункта 3.1 статьи ФЗ об ООО, что эффективнее с практической точки зрения. Договор потребителей и строительной работы в индивидуальном доме. Аванс внесен. Спасибо. Смотрите, здесь такого, ну, прямо вот супероднозначного решения нет. Ну, могу сразу сказать, что восстанавливать ООО и предъявлять иск и заявлять о банкротстве – это дольше сложнее и финансово накладнее. Поэтому, ну, надо оценить. То есть этот путь, он сначала до того, как вы подойдете к заявлению по субсидиарной ответственности в этой ситуации, пройдет минимум год, и вы потратите, ну, какой-то приличный объем денежных средств на то, чтобы ввести процедуру банкротства, как-то профинансировать деятельность управляющего и так далее. Поэтому, наверное, все-таки эффективнее в вашей ситуации, вот если мы говорим о потребительском договоре строительных работ в индивидуальном доме, внесенном авансе, ну, я не знаю, о каких суммах идет речь. Если это не какой-то дворец огромный, а вполне какой-то стандартный дом, то в этой ситуации, ну, наверное, эффективнее будет сразу подавать на субсидиарную ответственность. Другой вопрос, что при процедуре банкротства можно собрать больше доказательств для привлечения к субсидиарной ответственности этого бенефициара. Ну, вот здесь везде есть свои плюсы и минусы, но еще раз скажу, что в такой ситуации, мне кажется, лучше сразу пойти заявлением о субсидиарной ответственности, чем сначала через суд восстанавливать ООО, потом его подавать на банкротство и так далее. Так, нереализованная на торгах субсидиарка в виде дебиторской задолженности предлагается кредиторам? Да, предлагается, безусловно. То есть у нас есть определенный порядок реализации любых активов в рамках процедуры банкротства. Поэтому если у нас что-либо, будь то дебиторская задолженность, будь то имущество, не продано по результатам торгов на основании утвержденных правил продажи, то есть обычный последний этап – это публичное предложение, но даже если на публичном предложении не удалось продать, то в этой ситуации, да, в дальнейшем эта субсидиарка, так же, как и любой другой актив этого юрлица, как любая дебиторская задолженность или имущество, будет предложена кредиторам, совершенно верно. Так, будет приниматься законопроект в том виде, что есть сейчас или какие еще изменения возможны? Ну, тут трудно загадывать. На самом деле, как я понимаю, в принципе, все основные моменты, которые заложены в этот законопроект, они останутся. То есть вот то, о чем я говорил, что связано с заменой нескольких реабилитационных процедур на одну и ее конструкции, ну, мне представляет, что это останется, тем более, что это разумно, тем более, что вот в данном случае, как я знаю, каких-то нет ни у кого глобальных возражений. То есть там идут бои за другие истории, то есть там касающиеся, во-первых, того, что предлагается уравнять права налогового органа и залоговых кредиторов, то есть банки с этим делом активно борются. И второй там спорный момент – это то, что касается там той конструкции, которая предлагается по избранию и по работе арбитражных управляющих. Там тоже есть и у профессионального, прежде всего, сообщества арбитражных управляющих есть много-много к этому всему вопросу. А здесь, я думаю, что в основном останется. Так. Риски обжалования мирового соглашения другими кредиторами. Да, риски существуют. Риски существуют. Кстати, дальше вот в следующей финальной теме, которую буду освещать, я там об этом кратко скажу. Мировые соглашения обжалуются. На сегодняшний момент, если 3-4 года назад они, по сути говоря, крайне редко суды их не утверждали или отменяли при обжаловании определения об их утверждении, то на сегодняшний момент такая практика есть. Основание. Ну, самое основное, наиболее часто распространенное, это то, что при мировом соглашении, при реализации мирового соглашения кредиторы получат меньше денег, меньше объем возмещения своих долгов, чем они бы получили при реализации имеющейся конкурсной массы. Вот в этом случае мировые соглашения отменяются. Есть прецеденты, уже и Верховный суд высказался на эту тему, и суды округов. То есть в такой ситуации, если кто-то из кредиторов обжалует, то чаще всего мировые соглашения не утверждаются. Есть и другие основания, о них чуть дальше тоже расскажу. После заключения мирового соглашения с текущими кредиторами, что будет с интересами вновь заявившихся кредиторов? Значит, смотрите, здесь ситуация, да, интересная. То есть у нас мировое соглашение заключается на определенной стадии банкротства, и его участниками считаются те кредиторы, которые включены в реестр на момент заключения мирового соглашения. У нас может быть ситуация, когда кто-то из кредиторов еще не включен в реестр, и в этой ситуации формально по закону суд не обязан ждать его включения в реестр, но по практике достаточно часто суды не утверждают мировое соглашение до включения кредитора в реестр, особенно если это какой-то крупный кредитор. И второй момент – это то, что у нас может быть ситуация, что какие-то кредиторы просто не пошли в реестр кредиторов. Ну, они там, не знаю, увидели банкротство, подумали, что все равно бесполезно, смысла нет, только тратить там время, там каких-то юристов приглашать, которые будут этим заниматься. Зачем нам это нужно? Значит, мы уже там забываем про этот долг. Так вот, в этой ситуации после утверждения мирового соглашения у нас наше предприятие, наше юридическое лицо, оно выходит из процедуры банкротства, и оно становится обычным юридическим лицом, и те кредиторы, которые не были включены в мировое соглашение, которые, по сути, ну согласились или были вынуждены согласиться, даже если они голосовали против, получать, например, в те сроки и в том объеме свои долги, как предусмотрено мировым соглашением. Вот эти другие кредиторы могут в обычном общем порядке подать в суд, взыскать в полном объеме, пойти к судебным приставам, пойти там самим исполнять. То есть у них есть все права взыскивать в полном объеме, на них мировое соглашение распространяться не будет. Так, следующий вопрос. Кого еще из руководителей, помимо генерального директора, финансового директора и главного бухгалтера, могут признать КДЛ? Ну, как я уже сказал, могут признать, во-первых, могут признать кого угодно, если доказан его статус. Это может быть человек, который вообще не занимал никаких должностей в этом юридическом лице. Он мог занимать должности в юридическом лице, которая сотрудничала, например, как-то тесно и получала выгоду из этого сотрудничества с нашим должником. Он мог быть вообще неким теневым, скажем, бенефициаром, и это удалось доказать с помощью всяких косвенных доказательств, о чем тоже уже говорили. Это могут быть также различные аутсорсинговые компании, управляющие, бухгалтерские, даже юридические. И также это могут быть члены коллегиального органа правления или СЭД-директоров. Ну, вот, наверное, так. Вот так.